Берегитесь жадности Берегитесь жадности. Евангелие от Луки, 12 глава, с 13 по 21 стих. Некто из народа сказал ему Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому Кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им Смотрите, берегитесь любостяжания, Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения И сказал им притчу У одного богатого человека был хороший урожай в поле И он рассуждал сам собою Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих И сказал Вот что сделаю Сломаю житницы мои И построю большие И соберу туда весь хлеб мой И все добро мое И скажу душе моей Душа Много добра лежит у тебя На многие годы Покойся, ешь, пей, веселись Но Бог сказал ему Безумный Сию ночь душу твою возьмут у тебя Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя А не в Бога богатеет Размышления, часть первая Самая большая ценность в жизни Евангелие от Луки 12 глава С 13 по 15 стих В современном мире процветает материализм А успех определяется видимым благосостоянием человека Даже успех церкви часто измеряется не тем, что люди обращаются к Христу И живут послушно Ему А размером бюджета, здания или количеством прихожан В жизни и служении можно легко увлечься видимыми Материальными аспектами Но если упустить из виду свои отношения с Христом И поставить их в центре всего материальные блага То можно впасть в опасную форму идолопоклонства Жадность Величайший камень преткновения Способны разрушить наши отношения с Богом и людьми Что вы цените в жизни больше всего и почему? Размышления, часть 2 Богатый безумец Евангелие от Луки 12 глава 16 по 21 стих «Даже если мы не так успешны, как богатый безумец в этой притче Нас с ним объединяет намного больше, чем хотелось бы» Все хотят быть успешными, поэтому слова Иисуса о кончине этого человека режут слух Почему Бог осуждает людей за успех и желание насладиться Его плодами? Разве христиане должны вести аскетический образ жизни? Неужели отказ от материальных благ может сделать нас более духовными? Конечно, Иисус говорит не об этом Проблема данного человека не в том, что он наслаждается своими благосостоянием А в том, что центром его жизни стали богатства, а не Бог Если в жизни нет Бога, ничто в этом мире не сможет насытить человека А чем наполнила ваша жизнь? Временным или вечным? Молитва Отец Небесный Только в Тебе я нахожу полноту Ибо Ты мой Бог Творец и Искупитель Помоги мне смело исповедовать веру Христа И правильно относиться к материальным благам Которые Ты даешь мне Во имя Иисуса Христа Я молюсь Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!